При любом падении иммунитета этот зуб дает о себе знать. Я понервничала. Такие боли бывают характерны для неживых зубов. Жалобы возникли после того, как она подмерзла чуть-чуть. Это сам зубик. В нем большая пломба и запломбированные корневые каналы. Корневой канал заканчивается вот здесь и вот здесь. А пломбировочный материал не доходит до верхушки. Соответственно, в этом месте у нас гуляет инфекция. Возникают боли при накусывании. Микробы начинают активно размножаться. Нам нужно убрать полностью пломбу, очистить содержимое корневого канала. Там должны быть такие две беленькие красивые ниточки. На нем стоит большая пломба. Но те жалобы, которые предъявляет пациент, не соответствуют тому, что мы видим на снимке. То есть у нее жалобы возникли после того, как она подмерзла чуть-чуть и они возникают при накусывании. Такие боли бывают характерны для неживых зубов. Поэтому вероятнее всего у нас проблемы вот с этим зубом. Потому что тут есть вот это сам зубик. На нем большая пломба и запломбированные корневые каналы. Корневой канал заканчивается вот здесь и вот здесь. А пломбировочный материал не доходит до верхушки. Соответственно, в этом месте у нас гуляет инфекция. И когда мы чуть-чуть подмерзаем, понервничаем, при любом падении иммунитета, этот зуб дает и себе знать. Тем, что возникают боли при накусывании. Потому что тут микробы начинают активно размножаться и вызывают болевые ощущения. Может, нет смысла тогда это? Нам нужно здесь мыть пломбу. Задача заключается в следующем. Нам нужно убрать полностью пломбу, почистить содержимое корневого канала. То, что вот там есть в канале, а там среды пломбировочного материала. В норме корневой канал должен быть запланирован однородно, ровно. Там должны быть такие две беленькие красивые ниточки. В вашем случае такие размазанные следы и недоверхушки. То есть, ее задача прочистить корневой канал, убрать там всю инфекцию, как следует его продезинфицировать специальными антисептиками и запломбировать. И после того, как мы запломбируем, на этот суп обязательно нужно надеть в коробку. Но я думаю, что пока немного долго еще. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok